Продолжение следует... Продолжение следует... Но, конечно, основным центром жизни семьи была вера. Родители были глубоко верующими людьми. И в семье свято хранилась память об дедушке, священнике Владимира Амбарцумеве, который в 1937 году был арестован и пропал. И память о деде была свята. И в конце наших детских молитв мы молились о том, чтобы узнать, как умер дедушка Володя. А когда мне было 14 лет, то мой отец принял тайну священства. И потом, до 1990 года, он практически каждое воскресенье и каждый большой праздник в своем кабинете, в обычной московской девятиэтажке мы жили. Он практически каждое воскресенье совершал божественную тургию. Естественно, мы, дети, в этом принимали участие. И помогали папе там организовывать, преобразовывать его рабочий кабинет в храм. И на службе кадилы разводили, хотя это было не кадилы, а всего лишь там сеточка из-под чая, потому что комната была маленькая. И обычный кадилы там просто невозможно было развести. Мы просто там задохнулись. Вместе с тем, я совершенно не зря сказал в самом начале о том, что я родился в семье научного сотрудника, интеллигента. Потому что, хотя я в третьем поколении священник, ну если учитывать дедушка, потом папа, хотя сейчас вот из нас шестерых двое священники, две монахини, вот. Но, в общем-то, в детстве нас не наставляли о том, что мы должны идти по этому пути. И мы все получили светское образование. Ну вот я окончил Московский государственный университет, геологический факультет. И в течение больше 15 лет работал в Академии наук, я кандидат наук, работал в геологии. И вместе с тем, родители сумели нам что-то такое вложить, что нас привело к служению Богу. И каждый как бы по-своему шел к этому. Но, конечно, тот фундамент, который заложили родители, он был основанием для этого решения. Я действительно работал в геологии, я очень благодарен Господу Богу за то, что он мне дал этот опыт. Вообще геология — это не просто наука, это вообще образ жизни. Потому что сейчас, конечно, может быть, наверное, многое изменилось. Потому что геология, она дает возможность очень многогранной деятельности. Мне приходилось разводить костры во время дождя при сильной ветре, когда этот огонечек закрывал своим телом, чтобы он разгорелся. Это было в Каряке, это там около Чикотки. А с другой стороны, приходилось общаться действительно с интеллектуальной элитой нашего общества, с академиками, выходцами из интеллигентных семей и так далее. И тем не менее, у меня было ощущение о том, что вот что-то не то. Ну вот, в 1994 году Господь открыл нам место, где пострадал дедушка. И мы узнали о том, что дедушка расстрелян только в 1989 году. И только в 1994 году здесь, на полигоне, мы узнали, что он лежит здесь. И когда мы это узнали, то я стал заниматься, принял участие в создании общины церковной, которая поставила перед собой задачу построить здесь храм. И меня избрали старостой, ну, председателем приходского совета. Это общины. И через некоторое время священначалье предложило мне принять сан. С тем, чтобы я возглавил эту общину не как светский человек, а как священник. Ну, соответственно, я вот научно кончил семинарию и стал священником. Поэтому, когда меня иногда светские люди спрашивают, что как же так, вот у вас так все было замечательно в светской жизни, и вы вдруг так вот взяли резко. Да нет, это произошло совершенно естественным путем, очень закономерно. И фактически, да, конечно, когда человек становится священником, очень многое меняется в его жизни. И он сам меняется, потому что благодать Божия в него вселяется. Но, в целом, для меня это был какой-то очень такой, я бы сказал, естественный процесс. И надо сказать, что мы вообще так наивно думали, что такое место, ну, в 90-х годах и в газетах, и сейчас почти об этом, этот вопрос не поднимается, а в 90-х годах было достаточно много опубликаций, вот, о репрессированных и так далее и тому подобное. И мы так наивно думали, что вот сейчас мы вот несколько статей там где-то опубликуем, и найдутся спонсоры и так далее и тому подобное. Ничего этого не произошло. И фактически община осталась один на один с этим местом. И фактически те инициативы, то, что происходило на полигоне, оно происходило в первую очередь по инициативе общины. Но, слава Богу, вот я сказал уже, что в нужный момент Господь посылал нужных людей, какие-то нужные решения. И действительно, вот когда мы там возрастали к чему-то, вот это происходило. Да, вот вдруг появился человек, который пришел и сказал, давай строить храм каменный. Я, откровенно говоря, вначале даже серьезно к этому не отнесся. Как он потом мне рассказывал, говорит, ну я так понял, что просто не созрел. Что я не созрел до этого. И он через какое-то время опять с этим вопросом подошел ко мне. Я говорю, а что, ты готов, что у тебя деньги есть? Он говорит, да, у меня отложены деньги на строительство храма. И вот, благодаря его средствам, ну он еще привлек своих друзей, бизнесменов. Организовал строительство этого храма. И вот Господь так вот послал. И таких примеров вот в жизни нашей буддовской общины, этого места очень много. Причем вот очень хорошо, этот раб Божий Олег, он очень хорошо как-то сказал, здесь наши хотелки не проходят. Вот это бывает, что что-то хочешь, там еще что-то такое. Вот здесь это не проходит. Здесь совершается все по воле Божией. Естественно, когда храм открылся, стали приходить местные жители. Причем, ну я был, если говорить о церковном таком моем возрастании, то я вырос в храме Ильи Обыдинова. Это храм, который после войны был таким центром интеллигенции в Москве. Вот, пожалуй, два таких храма Кузнецы, и вот Обыдинный был такой. Действительно, он сохранил очень много традиций в российской общине, Зачатийского монастыря. И когда я здесь оказался, то вообще я был просто в шоке о том, что здесь еще просто какая-то пустыня. Но местные жители слова всенышные не знали. О том, что вечером может служиться служба. Ну да, там в городе, в Подольске, а чтобы вот в храме, который посреди леса стоит, а тогда это было действительно посреди леса. Сейчас ситуация изменилась, мы оказались в центре огромного жилого массива. А тогда это был просто лес. Но постепенно, слава Богу, народ стал приходить, местные, и они стали занимать все большую и большую роль в жизни нашей общины. И сейчас, хотя, конечно, к нам регулярно приезжают родственники пострадавших, но теперь это в основном внуки и правнуки. Причем внуки, это вот как я, которые не знали убиенных. А правнуки, праправнуки, какие-то дальние родственники регулярно к нам приезжают именно в память своих родных. Причем иногда бывает ситуация, когда приезжают с другого конца города и просят, чтобы там молодые просят помечаться у нас. Именно из-за того, что вот у них где-то там прадед или там прапрадед лежит здесь. Такие случаи. Они, естественно, там их не так много, но такие случаи бывают. Как папа говорил, священники бывают, священнослужители бывают разные. Три А бывает. Это аналой, это те священники, для которых главное – это духовничество, то есть вот исповедь. Для кого-то главное – обвон, это проповедь. А для кого-то главное – алтарь, это служба. Вот все-таки для меня главная – это служба, это литургия. И хотя, конечно, я видел, как папа служил. Я видел, как служил духовенство, старое духовенство, еще рукоположение, начало 20-х годов, того, соответственно, века. И, конечно, я понимаю, что я не умею служить, не умею молиться. Но тем не менее для меня все-таки главное – это литургия. А самое сложное – это, наверное, пытаться соответствовать тому высокому званию, которое меня признал Господь. А это очень сложно. Потому что человек грешный, слабый, и прекрасно понимаешь свою немощь и действительно свои недостоинства. Но Господь призвал меня на службу именно на это место. И я прекрасно понимаю, что это не мои заслуги, а это, очевидно, по представительству дедушки я здесь оказался. Но я в меру своих сил, возможностей стараюсь служить и быть достойным этого звания. Продолжение следует...